Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на охутое, дневник казачки. У меня сегодня много новостей. Самая главная новость, основная новость, которая касается... Основная новость, которая касается YouTube, это то, что скоро в моих видео вы не увидите рекламу. Это, конечно, не значит, что рекламы не будет вообще. Но, во всяком случае, видимо, тут не будет всплывающей рекламы, не будет никаких рекламных заставок, не будет вот этого ролика в начале, который либо можно пропустить, либо нельзя пропустить. Это зависит не от нас, а от того, какие ролики ставят в начале видео. Дело в том, что я отказываюсь от партнерки. Наконец-то я созрела для этого решения. Я знаю, что многие уже владельцы каналов, которые были на партнерских программах, уже от них отошли. Но я держалась довольно долго. И, наконец-то, три месяца назад я подала заявление на отключение. Кому интересно, я была на партнерке Йолой, была я на ней два года. В принципе, никаких нареканий к этой партнерской программе у меня нет. Вообще никаких. Деньги они перечисляют вовремя. У них есть музыкальная библиотека, которой я никогда не пользовалась. В последнее время они ввели какие-то новинки, с помощью которых можно отслеживать продвижение своего канала. Но то же самое можно отслеживать и на YouTube. YouTube тоже ввел вот эти новиночки. В общем, вы знаете, лично для меня я никакой пользы от партнерской программы не вижу. Подписалась я на нее с глупу, с дуру, можно сказать. Когда я начала вести свой канал на YouTube, и до меня дошло, что можно его монетизировать, на Аценсе мне показалось, что очень долгая там процедура вот этого оформления. И к тому же там первый вывод средств – это 100 долларов. А знаете, вот этот 100 долларов, когда ты только начинающий как бы блогер, кажется такой недостижимой цифрой. И не то, чтобы они вот прямо тебе так нужны, вот эти 100 долларов, ну что там 6 тысяч, да? Они в принципе по году не делают. Ну просто понимаете, как вот охота их получить. Охота их получить, ну как бы в знак того, что у тебя есть какое-то признание, что какой-то есть результат твоего труда. А вот это выплата с YouTube – это как раз вот тот результат, который можно ощутимо потрогать. Ну естественно, он добавляет удовольствие. Добавляет удовольствие тем, что как бы на эти деньги можно купить, ну я не знаю, что-то такое не запланировано. Ну вообще, ну в общем, ну приятно получать. Как бы ты создал канал, это твое детище, и у него есть какое-то признание. И это признание выражается как раз вот в этих вот деньгах, которые тебе перечисляют. И естественно, охота их сразу же получить, как можно быстрее. И вот тогда мне подвернулась вот эта партнерская программа. В общем, я на нее подписалась, еще раз говорю. Никаких нареканий нет, кроме того, что до меня потом уже начало доходить, что ежемесячно я ей отдаю 30% своего заработка. Но я человек не жадный. Мне, знаете, мне в принципе и не жалко никогда было этих 30%, потому что смотрите, сколько я долго продержалась. Уже многие блогеры отключились от партнерок. Я держалась очень долго, и я про это говорила. Вы знаете, дело в том, что мне неохота проходить вот эту всю процедуру регистрации заново. Я вообще вот эти вот все эти регистрации я терпеть не могу. Вот, я все время, знаете, что себе говорила? Типа, говорила себе, не жалей вот эти 30%, которые у тебя забирает партнерская программа. Лучше ты старайся больше зарабатывать, чтобы хватило и тебе, и партнерской программе как бы. И так я делала довольно долго, так сказать, не жалела ничего, но ситуация поменялась. Дело в том, что дети у меня отправляются учиться. Естественно, нам предстоят такие значительные траты на квартиру, на студентов. Ну, сами знаете, кто учил детей, что это такое. И вот уже в этом ключе мне стало жалко отдавать посторонним людям вот эти вот 30%. И три месяца назад я подала заявку на отключение. Три месяца прошло, и меня вот-вот сегодня, завтра, 28-29 числа должны отключить. И я буду стараться подключиться к отсенсу. Хотя меня с этой партнерки предупреждали, что, возможно, у вас это затянется на длительный период. Потому что многие каналы в связи с тем, что изменились правила на YouTube, очень долго ждут рассмотрения своей заявки. Некоторые по полгода и по два, и по три месяца давали мне ссылки на тех, кто на это дело жалуется. В общем, знаете, я посчитала так. Смотрите, партнерка. Когда мы получаем выплаты с YouTube, мы получаем две части от заработанных денег. Две части идет нам, одна часть идет посреднику вот этой партнерской программе. Вот эти три месяца моего вынужденного безденежья, в течение которых будет рассматриваться моя заявка, но это я образно говорю, на самом деле я не знаю, сколько это все будет тянуться и вообще. Может, они меня вообще откажут в монетизации. В общем, три месяца я буду ждать, не получу я эти шесть частей. И за следующие полгода я отработаю эти деньги, которые я должна была отдавать партнерской программе. И через полгода я буду уже чистенькая, свеженькая, никому не буду, никаким посредникам ничего отстегивать. Все деньги будут идти в мой карман. Ну, то есть, если три месяца безделья, за шесть месяцев ты это дело отработаешь. Четыре месяца безделья за восемь месяцев. Шесть месяцев безделья за год. Ну, в общем, вот так. Один месяц безделья, значит, за два месяца. Идет один к двум. Это я так для себя посчитала. Если я неправильно посчитала, поправьте меня. В общем, вот так. И в связи с тем, что я отключаюсь от партнерской программы, у меня в роликах не должна вставляться никакая реклама. До тех пор, пока меня снова не подключат на монетизацию, я ни копейки со своих видео получать не буду. Опять же, до тех пор, пока меня не подключат. Сколько это протянется, я не знаю. Будем довольствоваться тем, что наши ролики идут без рекламы. Будем получать от этого удовольствие. Вторая новость уже тоже, ну, в принципе, не слишком-то приятная. У меня стал барахлить компьютер. Дело в том, что, не знаю, может быть, я поймала какой-то вирус, может, его поймали дети. Вдруг экран тухнет. Вот, выскакивает такая на синем фоне надпись на английском, что там написано, я не знаю. Вот, в общем, все, короче говоря, тухнет, потом восстанавливается. Программа восстанавливается. В общем, этого хватает на 5 минут, через 5 минут он опять тухнет. То есть сделать ничего невозможно. Работать в нем невозможно, искать ничего невозможно. Грузить ничего невозможно. И монтировать тоже ничего невозможно. В общем, судя по всему, нужно его ввести к специалисту. Но у меня есть ноутбук, который был у меня до того, как мы собрали себе компьютер. И вот я сейчас сижу за ноутбуком. Вы знаете, конечно, по сравнению с компьютером, ноутбук очень неудобная вещь. Во-первых, он маленький. Во-вторых, он медленно работает. В-третьих, там не такой яркий экран. В-четвертых, там стоит устаревшая программа, на которой я монтирую. Ну и вообще он какой-то долгодумающий. Кроме того, у меня давным-давно уже сел там аккумулятор, и туда нужно ставить новую. Он у меня работает как компьютер, только подключенный к розетке. И кроме того, я терпеть не могу по клавиатуре, в смысле вот по этому окошечку, водить пальцем. Мне нравится все это делать мышкой. Вот, а мышка у нас к компьютеру. В общем, надо вот это все переключать туда-сюда. Единственное, что хорошо у моего ноутбука, у него очень удобная клавиатура. Я к нему очень привыкла. Она такая вся плоская, клавиша никуда не западает. И даже когда покупала клавиатуру на компьютер, я старалась найти именно такую, чтобы она была похожа на клавиатуру ноутбука, к которой я уже привыкла. И поэтому я вот это видео стараюсь вот сейчас снимать без всяких там поворотов, без всяких сценок, без значительных пауз, без переменных кадров, потому что в старой программе, кстати говоря, я монтирую в киностудии. На ноутбуке у меня стоит киностудия старого образца, которую я вообще скачивала за бесплатно, можно сказать, в подарок. И она, знаете, она, конечно, по сравнению с киностудией, которую я потом уже купила, мне пришлось новую версию купить, по-моему, за 200 чем-то тысяч, она у меня установлена на компьютер. И по сравнению с этой новой версией, естественно, она как-то и медленно работает. В общем, я уже от нее вроде как и отвыкла. Вот, и поэтому я вот данную съемку стараюсь провести как бы в одну линию, чтобы как можно меньше можно было резать. И вот еще одна новость. Вы знаете, когда я опять залезла в ноутбук, а я в него, можно сказать, давно не заходила, в смысле я его не трогала, не брала в руки, у меня там дети то мультики смотрят, то еще там что-то, в общем, там своим делами занимаются. И я увидела там фотки, которые были сняты год и больше года назад, увидела видео, которые там висели, которые не вошли в мой канал, потому что там то звука нет, то еще чего-нибудь. Вы знаете, вообще интересно посмотреть на себя со стороны. Я свои видео на YouTube никогда не пересматриваю. Первое время, когда я только начинала свой канал, я все видео сохраняла, не дай бог вдруг закроет мой канал. Ну как же, народ же не проживет без моих видео. Я тогда сразу достану их из загашника и опять загружу. Так думала я. Потом до меня дошло, начало доходить, что не надо держать старые видео. У меня перегрузилась память. И я сначала одну часть удалила, сначала я хотела их скинуть все на флешку, на флешке они не уместились. И я удалила. И в общем, теперь я все видео, которые у меня набегают, 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 там штук 30 наберется. Я смотрю, что их уже много. Я их просто удаляю вообще безвозвратно, безвозмездно, даром отдаю. Отдаю в корзину. Ничего не храню, потому что это ничего не надо. Если что-то там заблокируется, все это нужно начинать по новой. Ну я считаю, что глупо держать старые видео. Если я захочу взять какой-то кусок из этих видео, с помощью той же самой программы можно сделать запись с экрана и воспользоваться этим кусочком своих собственных видео. Но вот она, ноутбуки у меня сохранились. Кстати, я нашла там фотки и посмотрела, какой мед мы продавали в прошлом году. О, у нас в этом году нет гречишного. А вы знаете, вот так классно смотрелся, оказывается, на фоне. В общем, я увидела там несколько фотографий, которые, знаете, прямо меня впечатлили. Я поняла, что иногда надо заглядывать, так сказать, в свое прошлое, чтобы оценить себя настоящую. Например, я посмотрела, какой я была год назад. Год назад я поняла, что я там была так немножко потолще, но как-то вот лицо посвежее. Ну как бы годы, видимо, все равно свое берут. Вот за этот год я хочу сказать, что я постарела. Правда. Мне так кажется. Единственное, что нам мешает снимать, во всяком случае, мне, это вот яркое солнце, которое мне все время приходится счет. С этими дождями, которые идут всю весну, все лето. У нас бы заболели деревья. Ладно, по этим новостям все. По третьей новости я сегодня специально оставила молоко и хотела сделать сыр, тот, который вот у меня удалились. Все видео, которые я неосторожно удалила. И это молоко простояло у меня до вечера, и оно стоит до сих пор. У меня сегодня вообще не дошли руки ни до чего, ни до курицы, ни до сыра, ни до чего. Мы сегодня ездили с сыном опять в поликлинику, потому что кое-что мы неправильно прошли комиссию. И для того, чтобы в училище отдать все документы так, как они требуют. В общем, мы сегодня были в поликлинике, проходили с ним комиссию. Кроме того, мы узнали, что в училище обязательно нужен сертификат. Без этого... В общем, нас не возьмут на учебу, хотя я уже задавала такой вопрос. И мне многие сказали, что прививки типа сейчас делать не обязательно, а если куда-то вас не берут, вы должны подавать в суд, идти подставить свои права. Вы знаете, я все, конечно, понимаю. Это разговор о прививках, это то же самое, что разговор о грибах, которым я недавно затеяла. Потому что половина людей говорят, допустим, что грибы есть нельзя, потому что они условно съедобные, а другая половина говорит, что мы их всю жизнь ели. Так и с прививками. Половина народу говорит, что прививки делать обязательно, а половина народу говорит, что прививки делать не обязательно, и лучше без них обойтись. А если у вас возникнут какие-то проблемы, когда дети вырастут, что их куда-то там не берут, то нужно просто отстаивать свои права и т.д. и т.п. Вот. И, в общем, сегодня, когда я захотела взять в нашем фельдшерском пункте сертификат о прививках, а у нас прививки сделаны все, кроме тех прививок, которые вот зимой предлагаются на грипп, я от них все время отказываюсь, мы не делаем прививки от гриппа. Вот. Оказалось, что у нас фельдшер в отпуске будет только в начале сентября. И, видимо, я пойду в понедельник в поликлинику. Дело в том, что сертификаты лежат в закрытом фельдшерском пункте. Я так поняла, что открыть его некому, потому что фельдшер в отпуске, она куда-то уехала. В общем, я не знаю, как я буду добывать эти сертификаты. Я так думаю, что фельдшер кому-то подчиняется, пускай открывает пункт и выдают мне эти вещи, потому что если я не подам документы, то нас просто-напросто не возьмут туда, куда мы хотим. Кроме того, я сегодня начала уже прям всерьез присматривать квартиры и даже нашла пару вариантов, и на следующей неделе я найду еще несколько, и собираюсь поехать уже присмотреть и собираюсь снять квартиру уже в начале августа, потому что велика вероятность, что мы все-таки, что один ребенок, что второй у меня поступит. И я не хочу остаться к началу сентября как бы без жилья, потому что я так понимаю, что многие приезжие как раз будут разбирать сдаваемые квартиры как горячие пирожки. В общем, я хочу так немножко подсуетиться и снять это дело заранее. Ну вот такие у нас новости. Сейчас я посмотрю, что получилось. Пойду все монтировать на моем старом ноутбуке. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok